Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Канал Шахматы для всех продолжает следить за партиями, которые играются на супертурнире в американском Сент-Луисе. И сегодня в центре нашего внимания будет очень интересный поединок, который состоялся в рамках третьего тура. Белыми играл чемпион мира Магнус Карлсон, а его соперником был 19-летний американский гроссмейстер Ханс Моке Ниман. Этого шахматиста рассматривают как главную надежду американских шахмат. Очень интересный боевой игрок, который во втором туре сотворил настоящую сенсацию, обыграв одного из фаворитов этого соревнования, азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. И вот в третьем туре он черными противостоит чемпиону мира. Конечно, Магнус Карлсон понимал, что в этой паре он является явным фаворитом и, играя белыми против молодого и не такого уж опытного американца, неплохо было бы заработать полновесное очко и укрепить свою лидирующую позицию в турнирной таблице. Что из этих намерений получилось, мы с вами сейчас и увидим. Итак, Д4 сыграл Карлсон, Конь Ф6, Ц4, Е6, Конь Ц3, Слон Б4. Защита Немцовича. Ж3, 2-0, Слон Ж2, Д5. А3 играет Карлсон и соперник меняется на Ц3. Д, Ц, Конь Ф3. Временно белые остались без пешки, но довольно быстро ее отыгрывают. С5, 2-0, СД ферзь бьет Д4, Ниман играет Конь Ц6 и белые забирают на Ц4. Впрочем, отыграв пешку, белые остались с разбитой пешечной структурой на ферзевом фланге. Но, конечно, это лишь один из факторов, который влияет на общую оценку этой весьма сложной позиции. Американец играет Е5, открывает своего белопольника Слон Ж5, Х6. После партии Ниман сказал, что повторял конкретно этот вариант дома. И лучшим в этой позиции является ход Слон бьет Ф6. После Ферзи Ф6, Конь Д2, Ферзь Е7, Ферзь Б5, на А6, Ферзь Б6, Слон Ж4, белые играют ладья ФЕ1, поддерживая примерное равновесие. Но Магнус Карлсон решил сделать темповой ход ладья ФД1, что само по себе является серьезной неточностью. Потому что черные не обязаны отходить Ферзем. Американец контратакует Ферзя белых ходом Слон Е6 и партия переходит в окончание. Ладья Д8, Слон С4. Карлсон забирает дальнюю ладью и после ладья А8 разменивается на Ф6. Пешка Е2 под ударом, поэтому чемпион мира пододвигает короля. На ладья Д8 играет король Е1. Коня 5, ладья Д1. Очень важный момент. Конечно, Карлсон понимал, что в этом окончании ему нужно уже работать на ничью. Все-таки объективно факторов, которые могут дать Карлсону перевес, здесь не так уж много. У черных лучше расположены фигуры и слабости белых на ферзевом фланге более ощутимы, чем сдвоенные пешки черных на фланге королевском. Но если бы здесь американец разменялся на Д1 и сыграл слон Д5 с идеей перевести коня на С4 и выиграть пешку, то в конце концов выпустил бы весь свой перевес. После конь Е1, слон Ж2, конь Ж2, конь С4, белые могут сыграть конь А4 и после взятия на А3 пойти конь Ф5. Далее конь Д6, король С1. Короли приближаются к легким фигурам, после король Б2 нужно играть конь С4 и белые отыгрывают пешку, переходя королем на Б4. Это пешечное окончание, несмотря на образовавшуюся у черных отдаленную проходную на ферзевом фланге, компьютер оценивает как равное. Все-таки у белых в конце концов будет более активный король, да и пешечные слабости черных на королевском фланге в этом случае тоже будут иметь значение. Но Ниман проявил полное понимание возникшей ситуации и отказался от размена ладей. Сыграл ладья С8. Тут Магнус Карлсон понял, что защита Эншпиля будет очень тяжелой. Он пошел конь Д2, слон Е6, нападая ладьей на пешку. Если сыграть ладья С1, то после Б6 у черных очень комфортное преимущество. Конечно, вести долгую и тяжелую защиту Магнус Карлсон не хотел. Поэтому после слон Е6 он решил отдать пешку и сыграл С4. Слон бьет С4. Взяли, забрали ладья Д8, король Ж7 и слон Д5. Магнус Карлсон уповает на силу своего слона в сравнении с конем соперника. Напал на ладью, хочет пойти ладья Д7, цепляясь к пешке Ф7. Эти обстоятельства вынуждают его более молодого соперника сыграть ладья С7, ладья А8, А6, ладья Б8. У черных здоровая лишняя пешка на ферзевом фланге. Возможность образования проходной на этом участке доски. Но, конечно, реализация минимального материального преимущества в Эншпиле в партии против чемпиона мира не может быть простой. И американец, засучив рукава, продолжил борьбу за победу. Он сыграл Ф5 и после ладья Е8 Е4. В этой позиции наиболее точным решением было Ф3, пытаясь сократить пешечный материал. Но Магнус Карлсон решил поддеть пешку Ф5, сыграл Ж4. В ответ получил ладья С5, слон А2. И в этом положении черным лучше было сразу забрать на Ж4. Но Ниман сыграл конь С4, нападая на пешку А3 и допуская переход в ладейное окончание. Все-таки здесь Магнусу Карлсону стоило забрать коня и далее побить на Ф5. Конечно, в этом случае черные получали две связанные проходные на ферзевом фланге. После ладья А4 у белых нет возможности как-то разменять пешки на этом участке доски. Но после ладья В8, В5, ладья В6, ладья бьет А3. Белые играют А4 и тут не все так просто. Пешки-самоходки на ферзевом фланге при поддержке ладьи идти будут очень долго. А у белых образуется весьма неплохая контр-игра на королевском фланге. В их планы входит продвижение пешек. Сначала Х5, потом Ф6 и можно цепляться за пешку Ф7. Поэтому черным самим нужно сыграть Х5, но король Д2. И тут наиболее точным решением за черных является временная жертва пешки Е3 и далее ладья А4. Но после король Е1, белый король пытается идти в обход на Ф3 и далее сыграть Е3, Е4. Черные забирают на Х4. Забираем на А6, ладья Ж4, ладья А5, Б4, король Ф2, А4, король Ф3, шах, король Ф2, король Ф6, Е4. И в этом положении с равным количеством пешек у черных есть преимущество. Все-таки у них две проходные на разных флангах. Но достаточно ли его для выигрыша, это очень большой вопрос. Короче говоря, меняясь на С4, Магнус Калсен получал весьма неплохие шансы в конце концов спасти этот Эншпиль. Но согласитесь, без четкой уверенности, что этот Эншпиль можно спасти, допускать образование двух грозных связанных проходных черных на ферзевом фланге очень и очень опасно. Поэтому ход А4, который является ответной неточностью, вполне объясним. Конь Д6 играет Ниман, ладья Е7 и взятие на Ж4. Ладья Д7 играет Магнус Калсен. Временно он остался без двух пешек, но за счет активности своих фигур пытается все-таки отыграть материал и в конце концов причалить к ничейной гавани. Но тут Ханс Ниман демонстрирует очень красивую игру в Эншпиле. Небольшая комбинация. Он ставит пешку на Е3, освобождая поле Е4 для коня, которого брать нельзя. Последует ладья С1, после перекрытия можно с шахом забрать на Ф2, но еще эффективнее разменяться на Д1, побить на Ф2 и поставить ферзя на Ф1. Красивый вариант, который Магнусу Калсену, конечно, не пришелся по вкусу. Поэтому чемпион мира забрал на Е3, но конь Е4. Создается угроза ладья С1. Это пока не мат, потому что ладья может пойти на Д1. Но согласитесь, угрозы черных весьма неприятны для белого короля. Если забрать на Ф7 с шахом и пойти король Ф1, защищаясь теперь уже от мата, то после ладья С1, король Ж2, ладья С2, слон Д5, шах, король Ж1, ладья Д2, нападая на слона, который защищает ладью, мы получим в точности ту же позицию, которая образуется и в партии. В нашем же поединке после конь Е4, король Ф1 сразу сыграл Магнус Калсен, ладья С1, король Ж2, двойной удар, забирает слоном на Ф7 чемпион мира с угрозой отскока и нападения на одну из черных фигур, находящихся на белых полях. Но здесь черные дают шах. Далее ладья Е1, еще ладья Е2. И посмотрите, Магнус Калсен просит ничью. Нужно отметить, что сейчас чемпион мира находился в цейтноте. До 40-го хода имел он примерно на 10-15 минут меньше, чем его более молодой соперник. Поджимал по времени Ниман чемпиона и понимал, что, конечно, нужно играть на победу. Поэтому американец отказывается от повторения и играет король Ф6, создавая очень неприятную угрозу перехода коня на Ж5 и захвата полей Ф3 и Х3. В одном из вариантов черные забирают на Х2 и создают очень опасную проходную Ж, которую может поддержать и король. Что же делать белым? Если забрать на Б7, то после конь Ж5, слон Х5, шах, король Ф1, ладья Ф2 и король Ж5, нападая на слона, защищая пешку и угрозы черных очень и очень неприятны. После отхода слона забираем на Ж2, создавая проходную. Поэтому Магнус Карлсон контрольным 40-м ходом сыграл слон Д5, напав на коня и пешку. Но ладья Д2, вот такая интересная связка. Шах, король Ж6. И в этой позиции Магнус Карлсон допускает еще одну очень серьезную ошибку. Чемпиону мира вновь нужно было держать курс на ладейное окончание. Пойти ладья Е7. Если черные тут сыграют конь Ж5, то слона можно переставить на Ж2, прикрывая критические поля Ф3 и Х3. Если же забрать на Д5, то после ладья Е4, король Ф5, ладья Б4, две угрозы вилки и взятие на Б7. Что вынуждает черных отойти ладьей. Король Ж2. И в этом ладейном окончании без пешки белые вполне могут рассчитывать на спасение. Но Магнус Карлсон вновь отказался от перехода в ладейное окончание и сыграл ладья Д7, защитив своего слона. Следующим ходом он хочет забрать коня с шахом, съесть ладью, но это конечно лишь мечты. Ход за черными и Ниман демонстрирует небольшую комбинацию, играя конь Ж5. Если тут пойти слон Е4 шах, то черные конечно забирают этого слона конем, защищая свою ладью. Поэтому слон Ф7 шах дает Магнус Карлсон. И тут наиболее точным решением было король Ф6, чтобы после ладья Д2 конечно объявить вилку, отыгрывая фигуру. И слон сейчас под боем. После его хода на Д5 можно сразу сыграть Б5, сохраняя большой перевес. Но в нашей партии король Ф5 сыграл Ниман, после ладья Д2 та же вилка и переход в легкофигурное окончание, в котором лишняя пешка играет намного более весомое значение, чем владейники. Магнус Карлсон уповал на ход А5, фиксируя пешечную структуру соперника на ферзевом фланге и угрожая ходом слон Д5. Но Ниман просто пошел король Е5, защитив центральное поле и сохранил большой перевес. Позиция белых очень печальна. Если сыграть король Ф2, то через шах конь переходит на Д6, нападая на слона. Далее черные играют Х5, образуют проходную на королевском фланге, которая просто отвлекает белого короля. Забирают на Е3, потом заберут на А5. Эта позиция для черных выиграна. Поэтому Магнус Карлсон решил сыграть король Ж3, пошел в атаку на пешку Ж4, но конь Ф1. Черный конь в этой партии демонстрирует лучшие свои качества. То на пару с ладьей, создавая матовые угрозы белому королю, то в который раз демонстрируя способность поставить хитрую вилку. Если забрать на Ж4, то лучше взять на Н2 с шахом, создавая проходную. После король Ж3 еще один шах, далее конь Д2, проходная Аш будет отвлекающим фактором. Ну и сценарий примерно тот же, о котором мы говорили ранее. Пешку Е3 заберем, ну и дальше уничтожив на А5, получим две связанные на ферзевом фланге. Но в нашей партии получилось по-другому. Король Ф2 сыграл чемпион мира, расстался с пешкой Аш. Теперь у черных две связанные проходные на королевском фланге, что не добавляет белым оптимизма в поисках ресурсов защиты. Если пойти слон Аш5, то конь Ф3, после взятия конь Д2. Черные переориентируются на ферзевый фланг, на слон С8, конь Е4 шах. И далее конь переходит на Д6, нападая на слона и защищая пешку. В удобный момент можно будет сыграть конь С4, забирая на А5. Эта позиция для черных тоже выиграна. Поэтому после конь Аш2 в отчаянии Магнус Карлсон сыграл Е4. Отдал пешку, пошел слон Е6, имея в виду ход слон С8. Но черные играют королев 4, а после слон С8 имеют довольно приятный выбор. Компьютер голосует за отдачу пешек на ферзевом фланге. В году продвижения проходных на фланге Королевском. Вот такой вариант. Аш5, забрали, Аш4, съели, Аш3, слон Б7, но перекрытие конь Ф3. А6, Ж3 шах, далее Ж2. Соперники ставят ферзей, черные чуточку быстрее. И это решает исход партии. Ферзь Е3 и следующим ходом черные ставят мат. Но, конечно, весь этот вариант очень рискован. Нужно точно рассчитать вариант. Одна ошибка и все может рухнуть. Поэтому конь Ф3, вполне человеческий ход, который сделал Ниман, он объясним. Никаких шансов не дает Карлсону. Дело в том, что на слон Б7, конь Е5, слона А6, черные уничтожают главную надежду соперника пешку А. И на этом борьба заканчивается. У черных две связанные проходные на королевском фланге. Магнус сыграл слон Д5, но удержаться на этой высоте слону не суждено. После Х5, слон Ф7, Х4, слон Д5, король Е5. Магнус Карлсон сдался. Потому что реализация черными своего большого материального перевеса, после того, как конь покинет край доски, будет очень простой. Вот так Ханс Ниман совершил невероятное. Черными обыграл самого чемпиона мира и вошел в символический клуб Михаила Чигорина. Став одним из самых молодых шахматистов, кому удалось обыграть Магнуса Карлсона. В этом поединке чемпион мира действовал вроде бы в своей обычной манере. Довольно быстро перешел в игровое окончание. Но вот сам этот эндшпиль оказался для него неприятным. Не почувствовав момента, когда нужно было соскакивать на ничью с помощью перехода владей на окончание, Магнус Карлсон сделал несколько весьма грубых для себя ошибок и потерпел вполне заслуженное поражение. Одержав эту сенсационную победу, Ханс Мокке Ниман стал неожиданным лидером этого турнира. Он имеет 2,5 очка после трех туров. Будет интересно проследить, как справится Ниман с этим бременем лидера. Любопытно также увидеть, что будет делать Магнус Карлсон, в каком стиле будет играть дальше чемпион мира. То ли будет рисковать и пытаться догнать лидера. Либо же пока сделать несколько ничьих, передохнет. Ну и потом финишный спурт, который также весьма характерен для турнирной практики Магнуса Карлсона. В общем, поживем-увидим. Хватило бы времени и здоровья на обзор этих интересных партий. Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Большое спасибо за внимание. До свидания.